Уважаемые ребята, попрошу от регламента не отходить, потому что очень долго начну его заседать. Студент третьего курса Рамазан Пушанов представляет свой проект на конкурс научно-исследовательских работ. Он уверен, что победа даст ему дополнительный стимул в учебе и поможет поступить в магистратуру, ведь свое будущее Рамазан планирует связать с преподавательской деятельностью. Тема его сегодняшнего исследования – разработка информационной системы в IT-технологии. Эта тема очень актуальна, потому что у меня имеется авторское право на этот проект. И она используется в нашем учебном процессе. И она помогает другим студентам закреплять свои знания по предмету программного проектирования. Саткен Суесенов в этом году заканчивает Карагандинский государственный индустриальный университет и свою исследовательскую деятельность считает преддипломной подготовкой. На конкурсе он хочет проявить свои способности и надеется, что здесь его заметит будущий работодатель. Это будет очень интересно нашим работодателям. Мы на этом конкурсе показываем инновационные технологии, которые в будущем помогут нашей стране выдвинуться вперед. Конкурс научных работ проводится ежегодно. Он необходим для стимулирования исследовательской деятельности среди студентов и отбора наиболее талантливых учеников. В этом году на конкурс поступило более 40 проектов. Большинство из них разрабатывались на базе городских производств. Однако на рассмотрение конкурсной комиссии были допущены всего 23 работы по 11 специальностям, темы которых оказались наиболее приоритетными. Основные критерии отбора – это актуальность темы исследования, научная новизна или опробирование результатов, внедрение результатов в производстве. Это первый этап конкурса. Он проходит на базе родного университета. Работы, которые пройдут на второй этап, отправятся в другие вузы страны, в зависимости от специальностей, по которым они разработаны. Затем состоится третий этап – республиканский. Призеры, чьи проекты пройдут в финал, получат дипломы и возможность участия в международных конференциях. Светлана Лебедева, Владимир Пороховой. Новости Тимиртал.